Дорогие друзья, за 30-летний период оккупации Армении целенаправленно были разрушены сотни наших городов и сел, исторических и религиозных памятников, кладбищ. Иностранные эксперты называют разрушенный город Агдам Хиросимой Кавказа. 65 из 67 мечетей в Карабахе и восточном Зангизуре были разрушены армянами, а оставшиеся две использовались как свинарники и хлев для коров. Наши природные ресурсы разграблены, окружающей среде нанесён серьёзный ущерб. В результате Первой Карабахской войны пропали без вести около 4000 наших граждан. Можно сказать, все они были убиты, подвергнувшись пыткам. После освобождения наших земель мы обнаружили в нескольких местах массовые захоронения. Армения всё ещё уклоняется от предоставления информации о судьбе пропавших без вести азербайджанцев. Из-за армянской оккупации Азербайджан входит в число стран мира, наиболее загрязнённых минами. После Второй Карабахской войны, то есть в ноябре 2020 года, в результате подрывов на минах около 300 азербайджанцев погибли или получили тяжёлые ранения. Хотя Армения признала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в Праге и Сочи в 2022 году, она всё ещё полностью не вывела свои войска с территории Азербайджана. В Карабахе остаются незаконные армянские формирования и криминальные элементы. Армения также уклоняется от обязательства открыть Зангизурский коридор. Таким образом, Армения грубо нарушает заявления, подписанные 10 ноября 2020 года, и должна нести за это ответственность.